Вновь поговорим о книгах, о тех книгах, которые стоит читать, которые выходили ранее или выходят сейчас. Больше внимания, конечно, будем уделять новинкам, но есть и ценные публикации, которые стоит рекомендовать людям, взрослым и молодым, и пожилым, если они эти публикации пропустили, то к ним стоит возвращаться. Вот передо мной книга Ивана Солоневича «Диктатура сволочи». Стоит эту книгу прочесть. У меня одно из изданий, выпущенное русским словом, в 1995 году. Здесь очень много аналогий с тем, что мы видим в окружающей нас жизни, и вокруг нас действительно происходит вот эта диктатура сволочи, которая в свое время установилась после победы большевиков над Российской империей, основательно подточенной, подсеченной либералами, совершившими государственный переворот. Но большевики добивали ее, добивали и установили диктатуру сволочи. И вот несколько строк из этой книги. Из революционного подполья, сквозь баррикады уличной борьбы и фронтов гражданской войны, к власти пришли профессионалы революции и те подонки городов, на которых эти профессионалы опирались. Они заняли все места в стране. И место князя Боленского, и место жида-конституционера, и место директора завода, и миллион аналогичных мест в стране. Они были ничем и стали всем, как поется в интернационале. Они захватили власть, всеобъемлющую, всепроникающую и почти всемогущую. И сидя на лаврах этой власти, они не имеют ни одного спокойного часа, как бы снова не стать ничем. Хуже, чем ничем. Они действительно организовали режим террора и во Франции Робеспьера, и в России Сталина, и в Германии Гитлера, и в Италии Муссолини. Но организуя перманентный террор, все эти люди сами живут в атмосфере неизбывного страха. С ножом в руке и с ужасом в сердце. Так живут эти победители сегодняшнего дня. Ибо, создавая рабство, приходится подчиняться рабству и самим. Это прямо о нынешних кремлевских правителях. Я еще помню те времена, когда портрет Троцкого неизменно висел рядом с портретом Ленина, и когда Троцкий считался в числе той троицы, на которую с надеждой взирало всеугнетенное человечество. Ленин, Троцкий и Бухарин. Три краугольных камня всечеловеческого будущего, три лика революционной троицы. Любили ли Троцкого тогда? Не знаю, думаю, что слово «любовь», как и слово «дружба» вообще нельзя употреблять по отношению к революции и к революционерам. Но его популярность была огромной. Он был лучшим оратором революции и лучшим оратором для революции. Дюжина революционных банальностей, полиция соусом ничем неограниченных обещаний. Потом он пал. Я не знаю, любили ли Троцкого, но его стали ненавидеть истинно лютой ненавистью. Мне много раз приходилось разговаривать с русскими коммунистами в той чисто русской обстановке, которая почти на все 100% исключает возможность доноса за бутылкой водки. И я пытался выяснить корни этой скоропостижной ненависти, как никак именно он, Троцкий, вел к победе революционной армии. Вот смотрите, что написано там-то и там-то. Именно он, Троцкий, сманеврировал Брестским миром, предоставив буржуям добивать друг друга до конца. Это именно его Троцкого Ленин поставил во главе всех вооруженных сил русской революции. Так что же вы, коммунист, сейчас так возненавидели этого человека? Ответ туманный, невразумительный, уклончивый и инстинктивно сводился к тому, что Троцкий раскалывает партию. А может быть вовсе не Троцкий, а Сталин? Нет, именно Троцкий, ибо Троцкий погиб, а во главе партии остался Сталин. Представьте себе положение банды, захватившей власть, расстрелявшей десятки миллионов и ограбившей сотни. Банды, которая может жить только единством воли, внимания, настороженности и террора. Одно только одно мгновение растерянности или раскола, и многомиллионные массы трудящихся снесут все. И тогда Троцкий и Сталин, троцкисты и сталинисты, все одинаково пойдут на виселицы. Никаких иллюзий в рядах компартии по этому поводу нет и никогда не было. Поэтому всякий, кто как бы то ни было стоит в оппозиции, есть враг, есть предатель, есть объект самой внутренней ненависти. Поэтому же каждый, кто любой ценой удерживает единство, а следовательно диктатуру партии, а еще раз следовательно и жизнь каждого участника этой диктатуры, каждого сочлена социалистической правящей бюрократии, есть гений и спаситель. Гитлер и Сталин стали гениями, ибо победили они. Если бы Рему удалось зарезать Гитлера, Троцкому Сталина, гениями был бы Рем и Троцкий. Мера гениальности, так же как и мера правомерности, отмериваются длиной ножа. Но какой меры мерите, такой отмерится и вам. Вот такая ситуация, и она один в один повторена в современной Российской Федерации. Диктатура сволочи, единоличное правление вождя, уничтожение всей оппозиции, уничтожение даже самого сомнения в том, что страной правит гениальный человек. Нет, им не удалось пока что уничтожить все, но цель у них именно такова – уничтожить все. Вторая книга, которую я хотел предложить вашему вниманию – это интервью с последним маршалом империи. Так и называется. Дмитрий Язов. Последний маршал империи. Нашу победу не отдадим. Эта книга выпущена недавно, выпущена в 2015 году издательством «Книжный мир». Подборка интервью. Но здесь самое интересное, конечно, не в том, что там говорит маршал Язов о Сталине и о своей приверженности сталинизму, почему Сталин велик, а все остальные нет. А его рассказ такой достаточно примитивный по поводу того, что происходило в 1991 году, и каким образом получилось так, что сдали страну, она рассыпалась в опрах, и возникает вопрос, а где находился в этот момент маршал Язов, что он сделал для того, чтобы остановить крушение России, большой России, которая в то время называлась СССР. Он пишет. «Прежде всего, никакого заговора не было. Это про ГКЧП. Перед тем, как ехать в Форос, Горбачеву, на одном из объектов КГБ собрались Крючков, Палов, Янаев, Шенин и Я, со мной были Вареников и Очалов. Короче, все те, кто оставался в Москве и не уехал отдыхать. Замечательно, накануне государственного переворота, который готовился Ельцин, все поехали почему-то отдыхать. Решив ввести чрезвычайное положение, мы опирались на то, что 17 марта 1991 года был проведен всесоюзный референдум, на котором более 70% населения СССР проголосовали за его сохранение. Горбачев же, вопреки референдуму, собирал князьков из союзных республик для того, чтобы выработать договор о создании Союза суверенных государств. А что значит суверенное государство? Суверенное значит самостоятельное. Конечно, речь шла о расчленении СССР, и Горбачев считал, что он сохранит таким образом власть, таким арбитром над другими государственными мужами. Ельцин рвал на себя Российскую Федерацию, территорию РСФСР. И здесь они действовали синхронно, и в 1991 году между ними никаких противоречий не было. А все, что разыгралось, это, конечно, не имеет никакого отношения к истине, которая была спрятана под спудом тех событий, которые общеизвестны. Далее Язов пишет. ГКЧП объединяют в нерешительности. Но я не мог поступить как Ельцин в 1993 году, не мог быть пиночетом и кого-то арестовывать. А арестовывать надо было верхушку во главе с Ельциным. Комитет безопасности и Министерство внутренних дел говорили мне, выделили в Медвежьих озерах две казармы, будем туда сажать арестованных. Но так никого и не арестовали. Ну так должен был арестовать маршал Язов, если другие государственные деятели не проявили должной жесткости. А он не стал, он не мог, как Ельцин в 1993 году. А обязан был, обязан был. Если ты маршал, если ты руководитель крупнейшей государственной структуры, если ты руководишь всеми вооруженными силами, то как же ты решил, что можно остаться в стороне и не применить силу, когда она требуется. Именно для этого тебя воспитывали в рамках армейской среды, выращивали твой профессионализм, твою честность и твою приверженность национальным интересам страны. А ты не сделал ничего. И в чем оправдание? Я не мог, как Ельцин. Ну а Горбачев тоже не мог, когда государственный переворот совершился, он не сделал ничего для того, чтобы арестовать Ельцина и всю его банду. И Язов тоже не смог. Вот все они не смогли. Что же это за государственные деятели, которые не смогли в решительный момент совсем ничего сделать для нашей страны? Почему же тогда страна награждала их орденами, медалями, возводила на высокие государственные посты? Почему такое произошло? Я могу ответить, это произошло потому, что стороной правила Коммунистическая партия Советского Союза, разложившаяся полностью, превратившаяся в бюрократическую номенклатуру, в которой уже не было никакой верности Отечеству. Никакой. Даже у тех, кто прошел в свое время войну и занимал высокие должности, и почитался в народе как ветеран, как человек, совершивший какие-то подвиги. Никто не встал на защиту Отечества из тех, кто занимал высшие государственные должности, и из тех, кто был членом КПСС. Вся огромная партия КПСС отказалась от того, чтобы защищать свою собственную страну от измены и разрушения. Далее пишет Язов. Действием вот этих заговорщиков ровно счетом ничего. Заметим, кто здесь присутствует среди тех, кто разрушал СССР. Потом это Рудской, Бакатин, Примаков. Напомним, Рудской считается героем 93-го года, выступившим против Ельцина, но в 91-м году он выступил против единства государства российского, которое называлось, напомню, СССР, но на самом деле оставалось исторической Россией. Напомним, что здесь присутствует Примаков, которого почему-то считают мудрецом, много сделавшим для Российской Федерации, для того, чтобы преодолеть экономический кризис после 98-го года. Но здесь, в 91-м году, он соучастник государственного переворота. Через 20 минут сел наш самолет, нас тут же арестовали, какие несчастные. Они для этого привезли на аэродром Рязанскую школу милиции. Я же мог посадить на каждый аэродром по десантной бригаде. Что такое школа милиции, что такое бригада десантников? Но это была бы гражданская война, стрельба, по крайней мере. Если человек не готов пойти на то, чтобы проливать кровь ради спасения собственной страны, то он не достоин быть ни министром, ни вообще даже государственным служащим и носить погоны. В данном случае маршал Язов счел, что он спас страну от гражданской войны. Но он не спас на самом деле страну. Он позволил ее разрушить, и гражданская война разросилась по всему периметру Российской Федерации и продолжается до сих пор в самой Российской Федерации. Русские стали в этой системе угнетаемым меньшинством в некоторых странах, а в Российской Федерации угнетаемым большинством. Вот следствие нерешительности маршала Язова, недостаточной его верности долгу и непонимания того, что он на самом деле обязан предпринимать в крайне сложной ситуации, когда судьба отечества поставлена на карту. Забили ему мозги, я не сомневаюсь, коммунистическая идеология и сталинизм. И результат всего этого было разрушение Советского Союза, в котором невольное, а может быть вольное участие принял маршал Советского Союза Дмитрий Язов. Его участь печальна, трагична, результаты его деятельности плачевны, и они плачевны и трагичны одновременно для всей нашей страны, для всего русского народа. Третья книжка, довольно интересная и по своему замыслу, и по исполнению. Константин Закутаев, чеченский детектив, ментовская правда о Кавказской войне. Написано документальный роман. На самом деле это не роман, это хроника, где изменены некоторые имена, названия. Но в целом это документальная запись всего того, что происходило с Константином Закутаевым в период его командировки в должности старшего лейтенанта милиции в Чеченской республике. В дальнейшем он был руководителем общественной организации ветеранов боевых действий в Вологодской области, награжден был медалью за отвагу, медалью Ордена за заслуги перед Отечеством второй степени. Но помимо этих медалей он получил еще и судебный процесс арест. И на этом судебном процессе, по определенной причине, которую я скажу, он был оправдан судом присяжных. Не могу сказать, что там было за дело, потому что об этом в книге не пишется, но суды присяжных у нас происходят только по особо тяжким преступлениям. Скорее всего, речь шла о том, что происходило с Константином Закутаевым в Чеченской республике во время его командировки. И все, что он описал в своей книге «Чеченский детектив», является основой того уголовного дела, которое против него было возбуждено. Я в этом почти не сомневаюсь, хотя это остается гипотезой. И вот эта книга очень странная. Я второй раз встречаюсь с такой книгой, которая является фактически явкой с повинной. То есть является подробнейшим изложением своей деятельности. Ну вот в одном случае я прочел книгу, когда уголовный преступник, киллер, расписывает просто по деталям, с фамилиями, именами, с датами и с мельчайшими деталями обстоятельств свои преступные деяния. В данном случае обыденное сознание не признает то, что Константин Закутаев, вот здесь выведенный в качестве героя художественного произведения, вывел он сам себя, нет сомнений в этом, совершил какие-то преступления. Ну действительно ситуация крайне сложная была, потому что в 2001 году в Чечне не было никакого закона. И так же, как в Первую Чеченскую войну, во Вторую Чеченскую войну, тем, кто отправлялся туда на сражения с боевиками и с преступными элементами, приходилось сталкиваться с множеством врагов. Врагами могли становиться иногда, а зачастую становились, собственные отцы-командиры, высшее руководство страны, чеченские боевые подразделения, которые боролись со своими кровниками в бандах, заседавших где-то там в подвалах города Грозного или убежавших в горные районы Чечни. Война, можно сказать, не прекратилась. И здесь в книге правильно написано, война уже закончилась, но мир не наступил. И как в этой ситуации бороться с бандитизмом? Высшее руководство дало соответствующее распоряжение тем, кто исполняет уже непосредственным исполнителям в Чечне, что здесь в своих командировках работники милиции должны просто охранять самих себя и оформлять те преступления, которых они коснутся. То есть фактически не вести оперативно-роженской работы, а только констатировать факт. Там расстреляли танкиста, который отправлялся в отпуск или на увольнение, там убили какого-то сочувствующего России гражданина, здесь расстреляли русских женщин, которые пришли на базар купить себе еды. И все это должно было превратиться только в констатацию. Ну вот Константин Закутаев, видимо, со свойственным ему романтическим восприятием действительности и вместе со своими соратниками решил отомстить за своих погибших товарищей, которые просто стали жертвой, так как становились жертвами все русские люди, находящиеся на территории Чечни. Их просто расстреляли в упор из гранатомета, потом добили из автоматов. И вот Константин, герой этого детективного романа, на самом деле хроники, пытается найти этих убийц и в конце концов находит. И путь от совершения преступления до наказания весь испещрен тоже преступными деяниями. Потому что то, что происходило в Чечне с вот этими офицерами милиции, это, конечно, тоже сплошное преступление. То есть там действовать по закону было невозможно. Невозможно. Или надо было не действовать вообще. Или надо было снимать погоны, оставаться на территории родного города и больше не задумываться о том, что где-то льется кровь, где-то идет война, где-то посягают на территориальную целостность нашей страны. Поэтому здесь мы видим и героизм наших солдат, те, кого мы называем, те, кто был тогда в милицейской форме, оказался на территории Чечни, они тоже были солдатами. А с другой стороны, это преступления, которые, к сожалению, распространились с территории Чечни на всю остальную территорию России. И преступные методы борьбы с преступностью применяются и сейчас работниками полиции к обычным гражданам. Конечно же, и к бандитам тоже. Но если вы преступными методами боретесь с преступностью, то вы все равно остаетесь преступниками, а вовсе не народной милицией или не уголовной полицией. Вот в этом проблема восприятия этой книги достаточно объемной и насыщенной разного рода деталями. Как считает читатель, можно ли пытать бандита, который пытал других, или пытать какую-то криминальную шестерку, которая должна выдать имя главаря, а тот-то уж должен быть непременно понести наказание не перед судом, а без суда быть расстрелянным. На войне, конечно, не задумываются о том, соблюдается ли закон в отношении противника. Там действуют законы войны. Но в Чечне было объявлено, что войны нет, есть контртеррористическая операция. Вместо тотального уничтожения противника занимались ерундой. Занимались тем, чем заниматься было совершенно бессмысленно. Просто констатировать факты совершения преступлений в надежде, что когда-нибудь ситуация устаканится, устоится, и можно будет расследовать уже каждое из этих преступлений, из убийств, спокойно, без нервотрепки, без того, чтобы тебя не подстрелили где-нибудь на углу, или случайно, или целенаправленно, чтобы скрыть концы в воду. Но это была тупиковая стратегия. Надо сказать, что это было продолжение ельцинской стратегии. Продолжение было путинское, 100%, и предательство Ельцина по отношению к российской армии, к правоохранительным органам, и предательство Путина по отношению к армии, к русским солдатам, по отношению к правоохранительным органам, было просто продолжением предательства со стороны Ельцина. И этим объясняется все то, что происходило. Может быть, присяжные, которые оправдали Константина Закутаева, имели в виду именно это обстоятельство, что это были условия крайней необходимости. По-другому сражаться с бандитизмом и отстаивать интересы своей Родины, что было обязанностью работников милиции, попавших в Чечню, невозможно. А раз невозможно, значит, то, что считалось преступлением в рамках мира, который никто не отменял, то на самом деле было исполнением своих обязанностей в условиях войны, вопреки мнению начальства, вопреки мнению высших должностных лиц Российской Федерации. В данном случае мы видим, что Константин Закутаев исполнял свой долг, а руководство страны этим долгом пренебрегало. Еще я хочу сказать, что, конечно, у меня такое представление, что автор писал эту книгу в обмен на свою свободу. И он вынужден был все детали изложить так, чтобы правоохранительные органы спецслужбы знали, кто где стоял, что говорил, как действовал. И эта хроника – это, может быть, и признание своей вины отчасти. Об этом здесь не говорится. Но, видимо, это так. Видимо, это так. Честный человек, написав такую хронику, прекрасно понимает, что он рассказывает детали не только о своей жизни, но и детали жизни своих сослуживцев, своих друзей, своих боевых товарищей. Просто так это не могло обойтись. И поскольку я вижу, что книги такого рода начинают появляться, видимо, они будут и впредь издаваться под контролем и, может быть, по заказу спецслужб, которые ставят человека в безвыходную ситуацию. Либо он отправляется на пожизненное заключение, либо на такой длительный срок, что уже это не будет отличаться от пожизненного, либо он пишет чистосердечное признание вот в такой форме, в таком формате. Либо это отражено в материалах дела, либо нет. Мы об этом ничего знать не можем. Но эта книга, чеченский детектив Константина Закутаева, стоит того, чтобы ее прочесть, увидеть вот это чистосердечное признание в том, что происходило, и увидеть как правоту автора в том, как он себя вел в Чечне и как действовали его соратники, так и его вину за то, что ему пришлось совершать, может быть, невольно, может быть, под влиянием тех переживаний, которые там были. Но, тем не менее, преступление остается преступлением. И преступление требует наказания. Наказание бывает по юридической форме, бывает моральное. Я думаю, что очень тяжело Константину Олеговичу Закутаеву переживать все то, что происходило в 2001 году с ним в Чеченской республике, переживать вместе со своими боевыми товарищами. И, видимо, это переживание он пронесет через всю свою жизнь. Это его трагедия. И, может быть, эта трагедия послужит уроком другим, кто сможет прочитать эту книгу. Константин Закутаев, чеченский детектив. Константин Закутаев